Добро пожаловать! Это «Бизнес в Анголе». И сегодня мы покажем, как эта страна собирается произвести экономическую революцию Юга Африки. Привлеченные страной частные инвестиции помогут превратить порт Лобиту в транспортный хаб, а из провинции Бенгела сделать эпицентр торговли и развития на юге Африки. Атлантический порт вместе с железнодорожной сетью Бенгела составляют коридор Лобиту, который простирается более чем на 1300 километров вглубь континента. Это самый быстрый экспортный маршрут для меди, кобальта и других руд из Замбии, Демократической республики Конго и других стран. После реновации железной дороги порт Лобиту готов к возрождению. Ангола приватизирует его с 20-летней концессии, чтобы привлечь новые инвестиции и стимулировать экономику. Порт Лобиту – это отличная возможность для создания сети на Атлантическом побережье для импорта и экспорта товаров и продуктов из Замбии и Демократической республики Конго. Это реальная возможность создать альтернативу побережью Индийского океана. Педру Нету, глава инвестиционно-банковской консультационной фирмы, прожившей в Анголе более 20 лет, говорит, что это гораздо больше, чем просто перевозка металла с рудников. Наряду с экспортом меди и марганцей с ДРК и Замбии мы также можем использовать порт Лобиту для доставки товаров во внутренние районы. На пути этого железнодорожного коридора в Лобиту находится огромный и важный сельскохозяйственный сектор. И это может быть веским аргументом в пользу развития порта. Приватизация порта Лобиту и железной дороги Бенгела – часть более широкого плана правительства Анголы по диферсификации экономики страны за счет увеличения частных инвестиций. Группа Всемирного банка поддерживает эту идею. Генеральный план Министерства транспорта тесно связан с портом и коридором Лобиту. И с иностранным участием мы можем улучшить нашу инфраструктуру и нашу эффективность. Иностранные инвестиции уже поступают в крупнейший порт Анголы – Луанду. Тендер на его покупку в начале этого года выиграла компания по управлению портом Дубая – DP World. Мы получили 30 грузовиков. В ближайшие дни мы получим перегрузочное оборудование, а также дополнительный автомобильный кран, который поможет повысить эффективность работы этого терминала. Глава DP World видит также отличный потенциал для Лобиту. Порту Лобиту – отличная инфраструктура. У него есть все шансы стать воротами в южную часть Конго и Замбию. Вот что двигало строителями Бенгельской железной дороги более века назад. Теперь речь идет о продвижении коридора Лобиту дальше в 21 век за счет увеличения частных инвестиций. Железнодорожный транспорт – самый дешевый формат перевозок. Так можно доставлять большие объемы, и это менее вредно для окружающей среды. Лобиту уже приспособлен для больших поставок шахт благодаря новому терминалу для погрузки с поездов на торговые суда. После восстановления железнодорожной инфраструктуры здесь задумываются о специальном терминале, предназначенном только для РУДЭ. А также в более широком спектре поставок в обоих направлениях с участием миллионов человек. А значит, больше потенциальных производителей, потребителей и пассажиров. Железная дорога пересекает область, которая в настоящее время представляет 32-34% сельскохозяйственного производства в Анголе, включая четыре провинции, где проживает около 6 миллионов человек. А это означает больше рабочих мест для таких, как этот машинист. Коридор Лобиту имеет очень большое значение для Африки. С тех пор, как у нас появился здесь порт, и наладилась транспортная логистика из Лобиту в бывшее бельгийское Конго. С приватизацией порта Лобиту в Бенгеле и развитием железной дороги в коридоре Лобиту в Анголе намечается настоящая социально-экономическая трансформация. На сегодня это все. С этим и другими выпусками программы «Бизнес в Анголе» вы можете ознакомиться в специальной рубрике на нашем сайте. Евроньюс. Ком.